150 лет назад, в 1869 году, Лев Николаевич Толстой закончил написание своего первого и самого известного романа «Война и мир». Это необыкновенное литературное произведение до сих пор пользуется огромной популярностью у читателей и переиздается по всему миру на десятках языков. О нем по-прежнему говорят, спорят, берут за пример героев произведения. Прошло уже полтора столетия после первой публикации романа, но он, как и прежде, в центре внимания любителей русской литературы. Среди учащихся первого лицея немало настоящих поклонников русской словесности, поэтому они не могли пройти мимо полуторавекового юбилея появления «Войны и мира» и посвятили свой очередной лицейский бал этому замечательному роману. Что же так привлекает читателей всех возрастов и профессий в этом произведении? Почему века невластны над образами героев удивительной книги, ставшей истинным учебником жизни для многих поколений? Ответить на эти непростые вопросы постарались лицеисты, которые с энтузиазмом приняли участие в подготовке этого толстовского бала. Девушки-старшеклассницы в нарядных платьях и элегантные молодые люди стали главными действующими лицами этого необычного праздника. «Неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели они будут танцевать между первыми? Неужели меня не заметят? Нет, этого не может быть! Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной». Искренно и задушевно ребята разыгрывали сцены из знаменитого романа, погружаясь в мир начала 19 века, описываемый Львом Толстым. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, эти и многие другие герои войны и мира стали для учащихся гораздо ближе и понятнее. «На самом деле, вот я буквально сегодня пересматривала фильм «Новый экранизацию войны и мира», перечитывала любимые сцены, чтобы вжиться в образ. Очень волнуешься, когда выходишь на сцену, хоть и не в первый раз, все равно коленки трясутся. День всегда начинается с повторения слов, пересматриваем какие-то фильмы, связанные с тематикой бала. Но все равно выходим, если первые слова хорошо отчитал, значит и потом нормально отчитаешь». «Война и мир» – это уникальная книга о людях, которые ищут и находят свое место в мире, перевернутом с ног на голову войной. Автор показывает, как во времена потрясений люди открывают в себе источники силы и творческого духа. Участники лицейского бала рассказали обо всем этом, используя язык искусства. «Огни, ожесточение боли, выбрали сердце и скалу. Сами на каждом пряном поле и на балу, и на балу. Сами на каждом пряном поле и на балу, 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 и на балу. Со сцены звучали слова о дружбе и верности, о преданности и любви к родине, а затем под звуки прекрасной музыки учащиеся танцевали, вызывая восхищенные аплодисменты зрителей. Музыка. 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 Для ребят участие в лицейском бале – это отличная возможность прикоснуться к прекрасному, попробовать проявить себя в новой интересной роли. Это для души, это нравится, это как отвлечься от какого-либо занятия и погрузиться абсолютно в другую стихию и побывать в ней. Раньше мы выступали перед сценой, а теперь мы решили выступить на сцене. Это гораздо круче, потому что больше спектаклей, больше пьес и больше эмоций. Также все видели то, что много песен. Мне кажется, больше задействуются эмоции человека, которые выплескиваются наружу». Завершился бал на самой возвышенной и романтичной ноте. Директор лицея подытожила мысли и чувства всех собравшихся. «Очень старались дети, юноши, девушки, уже не дети совсем, вот передать эту атмосферу этой великой книге. И вот я смею надеяться, что вы с вами согласитесь, что им это удалось, правда? Вот их голосом, их манерой подачи детства, их волнением, их пением, их танцами, и из-за их глазки, и их лишних видов». Трудно переоценить роль в организации бала Евгении Осьминкиной, которая заслужила самые добрые слова благодарности. Лицейский бал произвел большое впечатление на всех, кто имел удовольствие быть его зрителем. «Ребята много потрудились, я им очень благодарна, я с большим уважением, восхищением наблюдала за тем, как они играют, как они проживают и переживают эти эпизоды, которые исполняют. Многие артистически это делали, молодцы. И я думаю, они получили эту живительную вакцину, очистительную, романа». Бал закончился, и он стал ярким событием в культурной жизни первого лицея. О войне и мире Ромэн Ролан сказал, что это произведение, как жизнь, не имеет ни начала, ни конца. Оно – сама жизнь в ее вечном движении. И очень отрадно, что участники бала приняли активное участие в этом движении к великой русской литературе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».